Начинаем. Сегодня всех приветствую на нашем вебинаре. Очень рада, что уделили время, очень рада, что подключились. И о чем сегодня будем, собственно, общаться. Сегодня будут выступать я и один из топовых методистов школы Skyeng, Георгий Лазучик. Мы проведем для вас, собственно, небольшое знакомство со школой Skyeng. Расскажем о том, как можно с нами сотрудничать, почему с нами важно сотрудничать. И для начала хотела бы немного рассказать, собственно, кто я такая, почему я веду сегодняшний вебинар. Меня зовут Наталья. Я на данный момент в Skyeng уже пятый год. Первый год я была методистом вводных уроков. Начинала с методиста вводных уроков в английском языке для эдалтов. Там в течение полугода я выросла до наставника. Начала обучать новичков. И уже с 2019 года стала супервайзером группы методистов вводных уроках. Пока была методистом, постоянно занимала рейтинговые места по продажам. Оказалось, что я очень люблю это дело. Хотя до этого был не совсем такой прям глубокий опыт в продажах. Он был, конечно же, но прям не суперогромный. Как оказалось, что школа Skyeng очень хорошо научила продавать, любить продажи и на этом получать неплохие деньги, неплохой доход. Далее, когда я стала супервайзером, то уже свою группу вывела в топовые показатели по выручке, по конверсии. И за время пребывания именно в таком амплуа супервайзера я вывела на уровень супервайзера еще троих человек из своей группы. Регулярно провожу обучающие вебинары по продажам со своей командой и различные мероприятия, направленные на повышение дохода. Горожусь тем, что в нашей команде очень такие яркие, плотные отношения. Мы делимся не только своими успехами в Skyeng, но и мерами в Skyeng. И кто сегодня у нас еще будет беседовать здесь? Хотелось бы представить вам моего топового менеджера Гошу. Гоша, пожалуйста, расскажи немного о себе. Работаю я, сотрудничаю с Skyeng уже на протяжении трех лет. И да, до этого был опыт в продажах, но тоже небольшой, как и у Наташи. Провел уже несколько тысяч вводных уроков, как вы можете видеть здесь на экране. И параллельно мне еще нравится работать с ребятишками. До того, как попасть в Skyeng, я работал тьютером с ребятишками разного уровня. Это были чаще всего дошкалята. И я занимался с ребятишками-аутистами, с ребятишками-даунами и так далее. В Skyeng попал по рекомендации подруги и не хочу отсюда уходить. Потому что сотрудничество с этой компанией, оно действительно улучшает внутренние качества. Оно сотрудничество превращает в крутого специалиста. И можете посмотреть здесь на экране, как и Наташа, так и я, мы могли стать, выиграть номинации сотрудник года. Такой номинации, она проходит каждый год и в разделе прогресс года. Вел... Да, добавляю, добавляю, извини, перебила. Да, как раз хотел сказать о том, что вел достаточное количество проектов. Один очень запомнился по продаже дошколки. У нас есть отдельный сегмент в нашей школе, это дошкольное образование. И мы вели этот проект, чтобы вытащить этот предмет ТОП. У нас получилось. Да, помню этот момент. Большое спасибо тебе, Гоша, за те показатели, которых удалось достичь. Давайте, собственно, поговорим, что дальше будет. Мы обязательно об этом всем расскажем. Да, вижу, уже вопросы в чате есть. Дальше хотелось бы поговорить, собственно, что у нас следует по адженде. Небольшие организации моменты. Сейчас хочу подсветить. Запись данного вебинара обязательно будет отправлена всем участникам после вебинара. Если вдруг у кого-то будут какие-то сложности со звуком, с изображением, то я рекомендую зайти в комнату еще разочек по той же ссылке. И наша беседа продлится примерно час. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите обязательно в чат. Постараюсь ответить. Если по времени мы не успеем, то основные вопросы постараемся собрать, припарковать и обязательно ответить в письменном порядке. Давайте теперь поговорим, что, собственно, нас ожидает на этом вебинаре. Прежде всего расскажем, почему же школа Skyeng является сейчас таким китом среди образовательных услуг на рынке онлайн-обучения в России, в Европе и не только на территории, на данных территориях. Узнаете, почему мы проводим более 700 тысяч уроков в месяц, почему именно 150 тысяч учеников обучаются именно в Skyeng. И как мы сохраняем свой статус в ТОПе каждый год. Также обязательно расскажем, кто же такой методист водного урока. Потому что вот сейчас мы говорим там методист, методист, а никто даже не понимает, что это за такая интересная занятость. Также мы расскажем, как проходит обучение методистов водных уроков у нас в школе. Расскажем о том, какие можно получать доход, какой можно получить в нашей школе. И немного поделимся личным опытом, личными историями. В конце эфира обязательно будут подарки для всех участников. Итак, по поводу подарков небольшой спойлер. После нашего вебинара вас ожидает гайд «10 правил отработки возражений». В них можно будет найти полезности о том, как отрабатывать возражения в различных ситуациях. Очень наглядно, с графическим изображением. Надеюсь, что вам пригодится и для сотрудничества с нами. Можно прилистнуть слайд? Да, и здесь хочется сейчас поговорить, почему же Skyeng, почему наша компания, почему мы с Гошей ее так любим, и поверьте, не только мы с Гошей, не только вот мы два человека из всей многотысячной компании, обожаем ее. Для начала хочется сказать, что да, это одна из крупнейших европейских компаний на рынке онлайн-образования. Здесь хотелось бы подчеркнуть основные возможности нашей школы, что именно отличительного на рынке. Это то, что у нас есть своя уникальная платформа. Своя уникальная платформа, на которой мы обучаем детей. Это помогает ребенку современному не просто учиться, а быстро учиться. То есть, если говорить об отличиях, мы даем не просто результат, а быстрый результат. Если дети занимаются с нами, они прогрессируют быстрее, чем в обычной школе, чем с обычным репетитором, чем в какой-либо другой онлайн-школе. Почему же мы так быстро учим? Во-первых, у нас есть замечательная экосистема, благодаря которой, которая, можно даже сказать, работает вместе с преподавателем. Преподаватель с преподавателем, но эта система еще и ускоряет прогресс ребенка. У нас есть готовые материалы для уроков прямо на платформе. Они интегрированы в платформу, и ребенок может регулярно с ними ознакомливаться, просматривать и так далее. То есть, маме, папе ничего докупать абсолютно не нужно. Данные материалы может улучшать как преподаватель, так и у нас есть отдельно целый отдел, который занимается улучшением, разработкой различных материалов для ребенка. У нас даже есть такие случаи, когда, например, русский язык изучают на примере пиццы, либо на примере путешествий в Мексику. То есть, вот это очень интересно для современного ребенка. Далее, очень удобная платформа, она интуитивно понятная. Там разбираться может, разобраться может ребенок как 4 лет, так и дети постарше, ну, естественно, и взрослые. Дети могут переслушивать уроки на платформе. Домашние задания проверяются автоматически, что помогает детям быстро получить обратную связь. И современным детям очень нравится, когда ни папа, ни мама, ни учитель проверяет домашки, а даже своего рода, можно сказать, компьютер. Здесь хотела бы, Гош, попросить тебя еще, вот как активного пользователя платформы, ежедневно в своей занятости, поделиться обратной связью, и почему именно ты любишь платформу, почему она вот такая замечательная. Я с тобой соглашусь, Наташа, в плане уникальности платформы, так как я сотрудничал со многими школами и учений, когда я сотрудничал со SkyMQ до этого времени. И платформа, она действительно уникальна в том, что все представлено для того, чтобы ученик был с нами долго. Но в чем это плюс для нас, как для менеджера? Почему сейчас мы рассказываем всю вот эту историю? Потому что будет нескончаемый поток клиентов. Для нас, как менеджер, это важно, чтобы мы получали достойный доход. И когда мы свою школу вывели на топ обучения в России, соответственно, к нам будут идти люди, соответственно, наш доход будет постоянно расти. Это уникальная возможность нашей платформы, она содействует нашему доходу. Это 100%. С этим я полностью согласна. Даже бывали случаи, когда родители приходили и уже побывав в других школах на водных уроках, они выбирали нас как раз вот из-за этого удобства, из-за того, что настолько удобная, настолько комфортная платформа и для ученика, и для родителя, как бы для всех сторон. Так, здесь мы, в принципе, о нашей замечательной платформе рассказали, но я так понимаю, что хочется понять, что же делает методист водных уроков, кто он такой. И тут я хочу сказать от себя, что методист водных уроков – это светоч, прометей, который несет не только знания ребенку, который вдохновляет его с порога, который выявляет, какие пробелы, какие просадки у ребенка в рамках водного урока, также который презентует нашу школу в рамках водного урока. Собственно, методист водных уроков проводит водный урок для родителя, своеобразную экскурсию по школе, определяет уровень ребенка и максимально старается заинтересовать ребенка и родителя в продолжении сотрудничества, продолжение обучения у нас в школе. Гош, здесь хочу, чтобы ты тоже добавил информацию о том, кто такой методист водных уроков, как ты ощущаешь себя в роли методиста водных уроков. Само название методист уже само за себя говорит, то, что важно составить программу обучения для самого ребенка на уроке. Так как есть еще и один функционал, это продать на уроке определенные курсы программы обучения, как Наташа сказала, что это уже такой свет, который дает ребятишкам будущее, такой взгляд в светлое будущее. И модель того же самого человека, который продает, она сильно изменилась. Если раньше это был там, вот ты идешь, ты отрабатываешь отражение, ты весь такой молодец, вот по головам ходишь, то сейчас модель она поменялась, это эксперт-друг. То есть наша задача – это быть экспертными, действительно понимать все, что происходит на рынке образования. И вторая задача – это быть другом, то есть составить правильную программу обучения и вдохновить. Если ты не смог сделать второе, но грош цена обучения. Ну, я здесь хочу добавить, что вот если говорить об основной функции методиста, первое, конечно же, познакомить родителя ученика с тем, как выглядит обучение у нас в школе, дать им понять с порога, что, где и как. Второй момент – это заинтересовать. И третий, самый важный момент – это все-таки продать, чтобы клиент остался с нами. Всем техникам продаж мы обязательно учим, все обязательно расскажем, покажем. Здесь особенно хочу подчеркнуть факт. Мы не занимаемся впариванием, мы не занимаемся какими-то нечестными продажами. У нас действительно качественная продажа, которая помогает решить проблему и боль клиента. То есть у нас нет задачи продать, лишь бы продать. Мы помогаем людям. Вот, Гош, помнишь, у тебя была история с мальчиком, по-моему, из небольшого города. Запомнишь, какая там история была у вас? Да. Буквально несколько месяцев назад ко мне пришел ребенок на урок. Он, насколько помню, был из девятого класса. И была большая сложность с русским языком. А я методист русского языка в нашей школе. И уровень был провальным. Это действительно так. Но благодаря тому, что вот эта вот платформа уникальная, она помогла решить проблемы ученика, мы действительно составили правильную программу обучения. Они попробовали, решили взять на месяц. Тебе определенный курс. Обучение, да? Да, обучение. И я вижу, то есть спустя несколько месяцев я курирую еще своих учеников. С некоторыми сотрудничаю, в других отделах, когда участвую. И я вижу, что до сих пор идет процесс обучения. И это очень приятно видеть, когда ребятишки, они действительно достигают своих целей. И если бы они к нам не пришли, кто его знает, какой балл бы сдал экзамен. Ну, здесь я хочу сказать, что возможность онлайн-обучения позволяет современным детям, независимо от места проживания, получать качественное образование. Одна из миссий нашей школы это давать качественное образование, вывести образование в России и не только на более высокий уровень. Здесь хочу подчеркнуть, что Skyeng сейчас сотрудничает с Министерством просвещения Российской Федерации. Также к разработке своих материалов Skyeng привлекает преподавателей из лучших школ и вузов России. У нас занимаются методологи московских школ, например, разработкой материалов. Кроме того, в высшей школе экономики находится кафедра Skyeng, которая занимается изучением онлайн-образования. То есть мы не просто придумываем какие-то материалы, которые будут интересны детям, а мы придумываем еще, как правильно научить по этим материалам, учитывая, что это онлайн-образование. И больше всего радует, что вот как раз дети, независимо от места проживания, какой бы они глубинки ни находились, они могут легко, свободно, находясь дома в уютном кресле, в уютной атмосфере, обстановке, пройти обучение по самым первоклассным, самым лучшим материалам. Такой продукт хорошо и легко продавать на самом деле. Вот если здесь присутствует, я надеюсь, что здесь присутствуют продавцы, то вы должны понять, что если продукт легко продавать, это вам на руку. Это на руку тем, кто его продает. Поехали дальше тогда. Посмотрим, что же дальше у нас есть. Как, собственно, мы готовим наших методистов. А здесь хочу погрузиться в то, что у нас есть абсолютно бесплатное внутреннее обучение. Более того, я хочу сказать, что мы не только бесплатно обучаем, мы еще и через месяц после сотрудничества со школой, если стажер проходит обучение, дальше продолжает с нами сотрудничать, проходит, сдает все экзамены, которые предстоят после обучения, то мы еще и заплатим за это обучение. У нас оплачиваемое обучение. В течение обучения мы знакомим с нашей платформой, с нашими регламентами. Обязательно знакомимся с супервайзерами, помогаем влюбиться в нашу школу, потому что по-другому никак нельзя. Нашу, скажем, занятость нужно любить, обожать. Тогда у вас точно будет получаться продавать. И мы обязательно обучаем по специальному курсу. У нас есть интерактивная платформа, на которой обучаем наших будущих менеджеров по продажам. У нас есть большие, простите, пожалуйста, небольшие, у нас есть серьезные практики с тренерами для закрепления полученных знаний. Мы также приглашаем наших менеджеров, новичков, на вводные уроки к опытным менеджерам. И происходит постоянный процесс обучения через опытного методиста к новичку. Менеджеры у нас сотрудничают, вот я вижу вопрос в чате, сразу отвечу. Менеджеры у нас сотрудничают с абсолютно разных уголков земного шара. От вас требуется только от вас требуется только стабильный интернет, опыт в продажах, желание продавать и хорошо зарабатывать. Вот, собственно, все, что нужно. Так, и что еще хочу сказать? Обучение не заканчивается просто обучением. Вот сдали экзамен, вышли на вводный урок. Нет, не заканчивается. Поэтому, когда начинается сотрудничество со школой после экзаменов, методист получает еще супервайзера, с которым регулярно встречается для улучшения своих показателей, и регулярную поддержку от наставника. Минимум две недели с новичком обычно работает наставник, который помогает стать еще лучше, углубиться в знания продукта, углубиться в умение продавать, и таким образом выйти на еще более хорошие показатели, соответственно, на лучший доход. Так, здесь я могу попросить еще разочек пролистать слайд, что у нас там дальше. Здесь хотелось бы поговорить о профессиональном развитии, обучении, обучением. Хотелось бы узнать, что же будет дальше, потому что очень многих интересует, что же следует дальше. Вот я стал методистом, я справляюсь со своей занятостью, я делаю все хорошо, что я могу получить дальше. На самом деле у нас есть несколько вариантов развития событий. Опытные методисты могут вырасти как в горизонтале, так и в вертикале. Есть различные направления, у нас не только SkySmart, то есть водные уроки для детей, у нас также есть еще направление SkyEnd для взрослых, направление SkyPro для тех, кто увлекается, кто хочет переквалифицироваться в айтишные направления. Также для опытных методистов у нас есть возможность роста до наставника, до супервайзера, и в принципе можно рассматривать еще различные вакансии в школе, которые публикуются в открытом доступе. Здесь хочу опять же привести в пример Гошу. Гош, поделись еще раз, пожалуйста, тем, какой у тебя был прогресс в нашей школе за время сотрудничества. Так, вижу, что на наушники жалобы идут, да, и давайте попробуем без наушников. Не слышно, Наташа, теперь с наушниками. Было все хорошо слышно. Да, но вижу жалобы в чате на наушники. Сейчас слышно или нет? Да, слышно. Отпишитесь в чате, слышно или нет. Если плохо слышно, я подумаю еще, как решить вопрос. Кому как, ладно. Хорошо, Гош, расскажи, пожалуйста, о том, какой у тебя был вообще путь в Skyeng, что удалось попробовать, куда удалось вырасти вот за три года сотрудничества с данной компанией. За три года я успел сотрудничать с разными сегментами нашей школы. Я и был в сегменте методистов, работал изначально с садал-сегментами, дал сегменты взрослые, взрослые английские. Я там сотрудничал год. После этого я перешел в отдел Kids. Kids – это ребятишки. Был сначала английский, потом математика, дошкольное обучение, физика, химия, русский язык и так далее. То есть стал уже методистом. Где Маша только не была, да? Что? Где Маша только не была. Стал уже универсальным методистом. Также сотрудничал в разных других сегментах. Это сегмент дополнительного обучения новичков, наставничества. Сотрудничал с сегментом TOCS. Можете чуть поподробнее узнать в нашей школе. Ну и сейчас параллельно занимаюсь такой преподавательной деятельностью в нашей школе, работая групповыми. И также сотрудничаю в сегменте с группе, с ребятишками по русскому языку. Почему я менял направление? Я не менял направление, я дополнительно сотрудничал. Здесь я тоже добавлю. Направления немного менялись, потому что была потребность методистов в том или ином направлении. Ну, например, была потребность в Эдалтах, потом появилась острая потребность в методистах вводных уроках в КИДах. Мы перешли в КИДы всей группой. Только из-за этого. А так, Гоша дополнительно сотрудничал с разными направлениями. Во-первых, потому что руководители группы у нас в школе всегда поддерживают развитие сотрудников. Во-вторых, потому что он проявлял активную заинтересованность в том, чтобы куда-то двигаться. И в-третьих, потому что у нас постоянно есть интересные проекты, где можно себя проявить не просто как методист, как продавец. А вот, например, в сотрудничестве с блогерами у Гоши есть активный послужный список работы с блогерами, работы в Инстаграме от имени школы, работы, у него есть видеоролики на Ютубе тоже от имени нашей школы, там, технологических клубов и так далее. То есть, если есть кому-то, у кого-то есть интерес куда-то расти, двигаться, то здесь мы абсолютно открыты к диалогу и предоставляем различные возможности. По нашей группе могу сказать, вот у меня в разное время было от 12 до 17 человек в группе, и я всегда стараюсь давать ребятам рост, потому что если человек растет, он лучше и больше отдается своей профессии. А вот тоже Гоша свидетель, что в группе у нас как и супервайзеры вырастали, так и большое количество наставников. Правильно? В общем, будем считать, что Гоша сказал да. Не услышали. Так, я вижу вопрос в чате. Мне интересно, как стать желанным кандидатом. Я сейчас тоже об этом поговорю, расскажу немного позже. Отдельно хочу подсветить еще тот момент, что помимо обучения, работы с супервайзерами, работы с наставниками, для всех сотрудников школы есть еще корпоративный университет Skyway, где мы обучаем различным навыкам от управления командами до даже пользования Google Doc'ами. можно абсолютно различные курсы найти. Поэтому занимаемся развитием со всех сторон. Есть различные интерактивные, интересные воркшопы для сотрудников по различным направлениям. У нас очень-очень интересно. У нас очень сильная корпоративная культура и постоянно чувствуется поддержка со стороны компании. Можно перелистнуть данный слайд? Да, вот как стать желанным сотрудником, как стать желанным кандидатом. На данный момент школа открыта по нескольким направлениям. Мы ищем менеджеров вводных уроков английского языка. Мы ищем менеджеров вводных уроков по школьным предметам. В нашей школе сейчас преподают русский язык, математику, общество знания, физику, дошкольную подготовку и химию. Да, шесть направлений. И также у нас еще разыскиваем активно менеджеров вводных уроков компьютерных курсов. Быстренько отвлекусь на чат. Вижу, что требования к уровню знания английского языка для менеджеров вводного урока. Здесь должен быть уровень upper-intermediate, то есть B2. Что входит в дошкольную подготовку? Можно раскрыть вопрос, что входит в дошкольную подготовку? Как методист, что методист должен знать или чего мы обучаем? Здесь потом вернусь к ответу. Сейчас мы обрабатываем более 2000 откликов и выбираем лучших специалистов. Вот я видела регулярно повторяющийся вопрос в чате по поводу того, почему меня никто не приглашает. Потому что да, много заявок поступает и мы действительно ищем лучших специалистов. Что вас может выделить на рынке труда для того, чтобы все-таки попасть к нам? Это в первую очередь опыт продажи и умение продавать. Если вы умеете продавать, то с большой вероятностью вы наш кандидат. Если у вас нет опыта в продажах, то я тоже расскажу, как можно из этого получить выгоду в нашей школе. По поводу возможности обучаться языку внутри компании. Да, такая возможность есть. Это одна из наших плюшечек для сотрудников. У нас есть 50% скидки для сотрудников на обучение английскому языку в компании. Мы, кстати, очень активно пользуемся этой скидкой. А также у нас сотрудники имеют право получить скидку для своего товарища. Если вы сотрудничаете с компанией, вы можете привезти еще одного друга и получить для него скидку. Можно получать скидку не только на английский язык, но и на школьные предметы. У меня, например, дочка занимается сейчас в нашей школе по шахматам. Мы занимались также английским, математикой. И посматриваем, вот никак не решимся на компьютерные курсы. Она просто еще не очень взрослая для этого. Далее. Что же нужно сделать для того, чтобы с нами начать сотрудничество? Ну, как я уже сказала, это иметь опыт продажа и оставить заявку. И там мы уже, конечно же, с вами свяжемся. После вебинара будут еще дополнительно отправлены приглашения для того, чтобы оставить свои заявки. Обязательно всем напишем, со всеми пообщаемся. Можно здесь переснуть слайд? Есть вопрос по поводу, можно ли быть методистом водных уроков и параллельно просто преподавателем английского. Сразу хочу ответить на этот вопрос. Здесь нужно выбирать что-то одно. Либо преподаватель, либо методист. Потому что занятость методиста подразумевает занятость в течение ну, где-то 7-8 часов в течение дня. Поэтому достаточно сложно будет совмещать и то, и то. Преподавателям тоже как бы определенный период времени нужно быть занятым. И достаточно сложно будет, скажем так, усидеть на двух стульях. Выбираем что-то одно. То, что более лежит по душе. Если продажи по душе, идем в продажи. Если преподавание, идем в преподавание. Но преподавание и продавание не смешиваем. Какой же доход? Да-да-да, самое интересное. Вот вижу, пошла уже такая жара в чате. Какая оплата? У вас какой основной критерий технической характеристики компьютера-менеджера? Почему я не договариваю? Я не увидела вопрос, либо его не было. По поводу технических характеристик. Немного заставили меня врасплох, потому что именно с технической стороны я сейчас четко не отвечу. Но я думаю, мы на этот вопрос можем ответить уже в письменном варианте. Я точно знаю, что скорость интернет-соединения должна быть не ниже 10 мегабит в секунду. А уже вот начинка внутренних компьютерных характеристик. Здесь, да, есть список требований. Я думаю, что мы можем это письменно отправить. Есть еще списочек, когда откликаете на определенные вакансии, то там указано также. Да, да, да. У нас есть тест на проверку именно начинки компьютера. Подходит, не подходит. Я тут как бы не техник, поэтому я продаватель больше, поэтому сложновато сейчас ответить. Меня можно и о деньгах спрашивать. Да, Даша, могут отказать из-за компьютера? Вполне возможно, потому что для работы с платформой нужен достаточно сильный именно компьютер. Да, интернет тоже нужен от 10 мегабит в секунду. Нужен сильный компьютер. Здесь нужно перепроверить технические характеристики. Чаще всего ребята, если отказывают из-за компьютеров, то если есть возможность, второй какой-нибудь компьютер использовать. Давайте о доходе поговорим. Сколько можно, скажем так, как получать в наших актуальных направлениях? Ну, смотрите, здесь достаточно такой интересный момент, потому что, я скажу так, среднее вознаграждение до 50 тысяч. Но я своим менеджерам говорю, если вы зарабатываете 50 тысяч, значит, вы плохо работаете. Потому что максимальное вознаграждение, опять же, менеджера в моей группе в октябре этого месяца составило 183 тысячи рублей. Методист работает четвертый месяц. И вот за 4 месяца полноценного оказания как бы услуг в нашей компании методист смогла заработать 183 тысячи. Айчурок, по поводу причин отказа, тут нужно уточнять. Я не владею всеми причинами отказа, поэтому не могу сейчас подсказать. Так, хорошо. По тому, как формируется базовое вознаграждение. Как формируется, собственно, вознаграждение. У нас есть базовая часть, которую вы обязательно получаете при выходе на линию в определенное время. Есть определенный график, он формируется на месяц. За это время вы получаете базовую часть. Это 25 тысяч при 8-часовом рабочем дне. При 8-часовой занятости. Остальная часть состоит из бонуса. Бонус формируется от вашей выручки. По какому предмету методист забрал 183 тысячи рублей? Моя команда занимается, работает со школьными предметами. Моя команда занимается продажей математики, дошкольной подготовки, химии, физики, русского языка и общества знания. То есть по всем этим направлениям она одновременно оказывает услуги. И за эти направления она забрала 183 тысячи рублей. Да, это было в октябре. В сентябре тоже методист из моей команды забрала 164 либо 162. Давайте двигаться дальше. То есть есть базовое вознаграждение и есть бонусная часть. Вот две составляющие дохода. Можно слайд перелистывать. Так, Алина, слайд. Ага. Итак, мы опять вернулись к тому, что у нас стартует обучение в новые группы. Это методисты вводных уроков для детей по английскому языку, для взрослых тоже по английскому языку, методисты вводных уроков школьных предметов и методисты вводных уроков компьютерных курсов. Небольшой спойлер. Я как раз набираю сейчас к себе в команду методистов. Поэтому если вы хотите оказаться в команде у меня рядом с Гошей, то будем вас ждать обязательно. Запись заканчивается буквально через пару дней на эти направления. Поэтому следите за тем, когда вам пришлют все ссылочки на вакансии. Обязательно отравляйте свои сообщения, отравляйте анкеты. Можно, Наташа, еще секундочку? По поводу вот этого технического теста компьютера и так далее. Вы не стесняйтесь прямо у менеджеров спрашивать, чтобы они вам скинули полный док, что необходимо сделать. Потому что действительно это важно. Если комп уже, можно сказать, разваливается, понятно, что вы будете себя некомфортно чувствовать, на руках стрессовать будете много, у ученика будет непонятно, где он находится. Поэтому это важно, и вам всю информацию отправят обязательно. Да, 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 да. Обязательно об этом всем расскажем. Я вижу здесь комментарии по поводу в вечернее время можно проводить вводные уроки. На самом деле это действительно актуальное время для нас, потому что у нас дети на вводном уроке до 16 лет не могут выходить без присутствия родителей. И чаще всего родители в дневное время заняты, поэтому для нас максимально пиковым временем является оказание услуг где-то после 16 часов по Москве. Есть часть графика, которая покрывает и утренние часы, но основная часть должна быть после 16.00. Для деток-сотрудников тоже есть скидки. Да, конечно, на одного ребенка можно получить скидку 50%. Так, давайте дальше. И тут хотела бы небольшие ответы, ответы на несколько вопросов дать, небольшие ответы, уже заговариваюсь. Хотела бы дать ответы на вопросы, которые чаще всего поступают от соискателей. Сейчас появятся, собственно, вопросы. Из чего состоит доход? Здесь уже проговорили, да, что это базовое вознаграждение, которое получает соискатель стабильно, вот сотрудник получает стабильно при оказании услуг на линии. Далее идет бонусная часть от выручки, она формируется. Что компания предоставляет? Здесь хотелось бы остановиться чуточку подробнее, потому что часто вы можете видеть в объявлениях, там, айтишные компании очень любят указывать. Мы там предлагаем кофе, печеньки бесплатно в офисе. Но мы предлагаем больше, на самом деле, чем кофе, печеньки. Для ребят, которые с нами сотрудничают на день рождения, у нас есть подарки абсолютно различных вариаций от онлайн-сервисов до физических подарков. Есть корпоративные мероприятия, например, годовщина компаний, которые проходят в городах, где находится самое большое количество сотрудников. Кстати, если я не ошибаюсь, если в городе находятся 10 сотрудников Skyeng, можно даже получить корпоративные мероприятия на Новый год. Далее есть регулярная поддержка со стороны школы в плане обучения. Это скидки на обучение в школе. Есть бесплатный доступ к такому сервису, как MyBook. Можно читать бесплатно любые книги и аудиокниги слушать. И есть клубы по интересам, например, читательский клуб, разговорный клуб на английском языке с различными уровнями. Очень много различных активностей. Я сейчас не буду их всех перечислять, но действительно создаюсь такое ощущение, что ты оказываешься не просто в офисе, а что ты оказываешься именно в том месте, где учитывают все твои пожелания, от заинтересованности в книгах до увлечения йогой. У нас даже есть онлайн-йога-клуб. И это очень вдохновляет, я вам хочу сказать. Далее. Как происходит оформление? Оформление у нас происходит по договору ГПХ. То есть мы все как самозанятости. Это удаленная занятость. И по поводу, кстати, того написано, что договор ПТК, договор ГПХ будет. То есть не по трудовому курсу, это как договор ГПХ. Возможно ли оплата на PayPal? На PayPal пока нет выплат, но есть варианты выплат через SolarStuff, и вы можете оттуда выводить на физические карты. Далее. Средний доход 103 тысячи. Смотрите. Средний доход 103 тысячи. Да. Могу сказать, что да, такой доход есть. Получается некорректная информация. В чем разница между 90, 145 и 103 тысячи? Вот тут не совсем понятен момент. Есть и ГПХ, и самозанятые. Можете и так, и так оформляться. Вижу, вот разные, пошли вопросы уже по оформлению. Так, еще есть вопросы по оформлению, по доходу. Так, график занятости. У нас есть три фиксированных графика. Вы по ним будете оказывать услуги. Вам предоставляют на выбор. Что удобно в этих графиках, что есть выходные в будние дни. Многие ребята, которые на линии с нами, они выбирают эти графики по той причине, что удобно сходить в какие-то, не знаю, организации, которые на выходных не работают. Например, банк, больница, стоматолог, парикмахерская и так далее. То есть можно в будний день заняться всеми этими делами. Устоятельства другой компании по графику часы не пересекаются. Я сразу скажу, что либо здесь, либо там. Выбираем всегда одно место. Будет очень сложно совмещать, практически невозможно. Окладная часть у нас есть. При занятости в 8 часов в течение дня. Окладная часть 25 тысяч стабильно. Так, можно ли работать 7, 0 по условной 6 часов? Нет, такого варианта нет. У нас есть выходные. Люди должны отдыхать. Так, по поводу человека, который получил 183 тысячи. Да, расскажу немного. Данный сотрудник, это сотрудница, зовут ее Лиза. Она работала классически, она занята как бы в классическом варианте. 5 дней, 2 выходных. Просто она очень хорошо умеет продавать. Ее выручка была чуть меньше 5 миллионов по итогам прошлого месяца. 10-15, оклада нет. Так, здесь можем пока, я думаю, остановиться. Если будут еще какие-то вопросы, мы обязательно в письменном варианте ответим. Если обучение, это мы уже проговорили, да, обучение есть, серьезное, стабильное, глубокое. Могу вам точно сказать, что после этого обучения вы сможете продавать не только водные уроки, не только уроки английского, математики, химии, физики, но песок в пустыне, снег с кемосом, это точно. Как проходит и сколько длится адаптация? Здесь, Гоша, могу тебя попросить рассказать, да, по-моему, тут можешь ты поделиться всей этой информацией. Помнишь свое обучение? Частично уже обсудили, поменялось с того времени, когда я еще работал, но сейчас обучение и адаптация длится 14 дней. Сюда включается все, что уже обсудили, это и выход на линию, и наставники, и работа с супервайзером. И те методисты, будущие методисты водных уроков, они проходят период адаптации в течение 14 дней после первичного обучения. То есть первую неделю новичка курирует наставник, определенный такой, будет закреплен за ним, помогать и на уроках будут вместе, прослушать, давать обратную связь, а вторую уже супервайзер, вторую неделю сотрудничества. Да, и наставник, супервайзер, как бы они в связке работают. По поводу штрафов хочу сказать. Вот тут, мне кажется, сейчас все продажники, которые имели опыт сотрудничества с различными компаниями, должны возрадоваться, потому что у нас нет штрафов. У нас нет штрафов, мы их упразднили, да, был такой опыт, но мы следим за современными методиками, мы следим за современными веяниями в корпоративных культурах и пришли к выводу, что штрафы только угнетают наших сотрудников. Штрафов у нас нет, и мы прекрасно с этим работаем. Какие варианты графика? В график вечернее время преимущественно, с 10 до 15 вижу вопрос в чате, графика нет. Ориентируемся на то, что оказание услуг происходит после 16.00 преимущественно. Здесь не звонки. Здесь, кстати, вот тоже хотела бы сказать, что здесь не звонки, здесь все намного интереснее. Гош, расскажи, пожалуйста, почему мы отличаемся от менеджеров по продажам, которые звонят по телефону? Тем, что это сплошная психология. Ну, о чем отличие для тебя лично? Для меня лично, ну, звонки, это когда ты звонишь по телефону, человек звонит какой-то, а здесь ты напрямую по видео общаешься на нашей платформе с человеком. Ты видишь своего ученика, ученик тебя видит. У нас видеосвязь. Да, у нас видеосвязь, мы общаемся face-to-face, то есть мы видим друг друга, и я вам могу сказать, что в сравнении с телефонными продажами это немного другой мир. Мне нравится больше, мне нравится именно видеть человека, потому что можно увидеть его реакцию, его поведение, можно лучше установить контакт, особенно когда это происходит с ребенком. А у нас в дошкольной подготовке, например, дети приходят от 4 лет, и с ними можно пошутить, повеселиться, показать какую-то свою любимую игрушку. Они очень часто любят показывать свои любимые игрушки. По телефону этого всего не сделаешь, поэтому видеопродажи, на мой взгляд, проще, чем аудиопродажи, чем по телефону. Часовая ставка. Здесь вот вижу вопрос в чате, какая часовая ставка. Здесь идет расчет в зависимости от календарного месяца. В среднем это где-то 74 рубля за полчаса. Фиксированная ставка в месяц 25 тысяч при 8-часовом дне, при 8-часовой занятости. Вот получается, отсюда нужно высчитывать уже часовую ставку. Какие варианты графиков есть? Тут тоже немного отоцветило о том, что можно выбирать различные варианты, но преимущественно упор вечером. Как взять перерыв? Тоже здесь хочу остановиться. Перерыв показаний услуг может быть от двух вариантов. Человек заболел, человек провел на линии более 6 месяцев. Значит, ему пора отдохнуть. Отдых у нас может быть либо зимой, либо летом, потому что остальной период – это для нас сезон. Мы осенью и весной больше всего загружены, так как клиенту больше всего нужны, например, школьные предметы в этот момент. Как взять, собственно, перерыв? Об этом с супервайзером договариваемся, конечно же. И также, если заболели, если вдруг действительно не в состоянии быть на линии, то об этом сообщаем супервайзеру. И как бы договоримся о том, что не сможем быть на линии в данный момент. Прямо сказать, что вот мертвый выйди, но общайся с клиентами – такого, конечно, у нас нет. Меня особенно здесь радует еще отношение к компании в том плане, что для сотрудников, для тех ребят, которые в течение календарного года не болеют, не отлучаются по каким-то причинам, есть бонус за лояльность. Далеко не у всех компаний это есть. И в пять раз в год мы получаем дополнительные выплаты, если находились на линии регулярно, без каких-либо отсутствий, отгулов и так далее. Оплачивается ли отсутствие по болезни? К сожалению, нет, не оплачивается, но это полностью перекрывает бонус по лояльности. Так, можно следующий слайд. Вводные уроки длятся 50 минут, следуют друг за другом. Я вижу в чате вопрос просто, но при этом они после определенного количества уроков обязательно должен быть перерыв. Перерыв может быть как 30 минут, так и больше. Имеет значение возраста кандидата 50+. Да, 50+, это уже многовато. Бонус по лояльности – классная вещь, я вообще редко болею. Честно вам скажу, классная вещь – не то слово, потому что я тоже редко болею и бонусом по лояльности пользуюсь. У меня нет опыта в продажах, но я хочу в Skyeng. Возьмете. Здесь сразу скажу, мы ищем ребят именно с опытом в продажах. Именно с опытом в продажах. И если у вас его нет, то для вас у меня тоже есть классное предложение. Можно следующий слайд с этим классным предложением? Да, если у вас нет опыта в продажах, вот вообще никакого, тогда я рекомендую отсканировать данный штрих-код и поучаствовать в нашей реферальной программе Skyeng. Вы можете поделиться со своими друзьями, у которых есть опыт в продажах, и пригласить к нам в компанию. За каждого товарища, кто останется работать у нас в школе, вы получите бонус финансовое вознаграждение. Здесь уточните, пожалуйста, там, по-моему, более двух тысяч финансовое вознаграждение. Две с половиной тысячи. Две с половиной, Гоша, да? Кстати, Гоша, а я, если не ошибаюсь, ты привел сколько уже друзей к нам по реферальной программе? Семь человек. Семь человек. Слушай, молодец. Я не знаю, я, наверное, не тех друзей приглашаю. У меня так много не получилось. А вот, я вижу, кстати, я вижу знакомые фамилии. Я привел семнадцать. Да, есть такое. Так, 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 вижу, пошли уже. Скайенговцы пишут. Почему вы не отвечаете на вопросы полностью про графики? Какие вознаграждения? Ну, смотрите, я, к сожалению, полностью имени не вижу. Подозреваю, что Аня зовут. Аня. Мне сложно сейчас по графикам ответить, потому что есть три варианта графика, и я думаю, займет это достаточно много времени объяснять каждый график детально. Есть график, где выходной понедельник-воскресенье, есть график, где выходной, например, среда и суббота, есть график, где выходной, воскресенье и вторник. И в каждом графике есть разные варианты перерывов, есть разные варианты занятости утром, есть разные варианты занятости вечером. Тут прям погрузиться вот в каждый график я не могу. Я подсвечиваю как бы основные моменты. Если говорить о вознаграждении, я видела в чате достаточно много вопросов о том, что кто-то называет 90 тысяч, кто-то называет 140, кто-то говорит 103 тысячи. Ну, смотрите, тут тоже интересный момент. Вот если взять больницу, медсестра получает 20 тысяч, врач получает 100 тысяч. Вместе они получают 120, средняя зарплата 60, да? Но как бы, как ответить на этот вопрос? По сути, я его называю реальные цифры. Средний методист моей команды меньше 50 не получает. Средний, не топовый. Топовый получил 183. Каждый месяц эти цифры меняются. В какой-то месяц, если мы пишем вакансию на сайте, то в какой-то месяц может измениться просто топовый доход топового методиста. Так как сумма выручки цифра достаточно динамичная, мне сложно вам сейчас сказать, вот копейка в копейку, сколько будет средний доход методиста. Вот такой вот интересный момент. Точно могу сказать, что вот опять же Гоша свидетель, сотрудник, который находится у меня в команде, что от нас, если уходят, то либо в декрет, либо на повышение. Вот доходная часть, чаще всего, не является причиной ухода. Правда же, Гоша? Гоша так неуверенно ответил, что даже я не поверила. Ладно. Главное, ребят, сейчас не упустите момент заявку оставить на то, чтобы мы с вами связались, если у вас есть опыт в продажах. Если опыта в продажах нет, то, конечно же, приглашайте друзей к нам. Подсвечиваю еще разочек, что до старта обучения осталось два дня. Мы обязательно вам напишем дополнительную информацию. Да, вот вижу, ссылочки пошли в чате. По поводу письменной информации, да, это все будет. Про графики тоже будет более детально. Что у нас еще осталось? Если один момент тоже хотел добавить в плане, вижу, очень много вопросов возникало, и все у нас очень индивидуально решается. Действительно, очень индивидуально. Если у вас там определенные запросы, вы просто обговорите это с менеджерами, которые будут с вами общаться в чате. И если вы действительно тот сотрудник, которого мы ждем, вам об этом сразу скажут. И пришлют все необходимые информации. По поводу сотрудников, которого мы ждем. Кого мы ждем? Мы ждем ярких личностей. Мы ждем людей с хорошей поставленной речью, уверенных в себе. Мы ждем командных игроков. Если вы не готовы работать, сотрудничать, скажем так, в команде, поддерживать других людей, то сложно будет выстроить командные связи. Здесь вот тоже такой важный момент. Мы часто общаемся не только с супервайзером, но и внутри своей команды, своего коллектива. И здесь очень важно уметь выстраивать отношения с другими людьми. Должен быть хорошо развит уровень эмпатии, потому что в продажах уровень эмпатии очень важен. Нужно любить, собственно, продажи. Если вы понимаете, что вы боитесь продавать, не любите продавать, не умеете отрабатывать возражения, не любите возражения, боитесь в какой-то мере, что у вас не купят, то будет очень тяжело. Я бы даже сказала, практически невозможно. Что радует, это то, что наш продукт, он интересен большинству клиентов, его легко продавать, потому что он качественный, качественный продукт всегда легко продавать. Мы как бы не занимаемся продажей какой-то поддельной, не знаю, плохой продукции, китайских дешевых ножей, никого не обманываем, а мы действительно уверены в качестве. Так, вижу уже ответы пошли по реферальной программе, и вижу вопрос о том, как, собственно, попасть в команду. Все получите, всю информацию получите после нашего вебинара. Ждите информацию в мессенджерах. Я так понимаю, что здесь вроде бы все обсудили, да? Да, подарочки. Вот еще подарочек отправим. Собственно, я вижу, что чаты у нас падут тихли. Ребят, ну, самое главное, что? Рассказали, в принципе, с Гошей, что такое Skyeng, что он себе представляет. Если вы ищете компанию, в которой вы будете не только зарабатывать хорошие деньги, но в которой будете еще отдыхать душой, в которой у вас будут прекрасные отношения с коллективом, в которой вам будут, крыло, вам будут давать возможность расти, развиваться, слышать вас, то вы точно пришли по адресу. Я могу точно сказать, что мы настолько выстраиваем приятные отношения внутри наших команд, что вот сейчас большинство моих менеджеров стремятся получить большой доход не просто, чтобы получить большой доход. У них есть мечта, и мечта это встретиться нашей командой. Вот мы с Гошей уже в ближайшее время надеемся увидеться, да, Гош? И билеты уже купил. Уже билеты купил даже, да. Так что вот такая вот история. Сколько руководил день? Быстренько отвечу на этот вопрос. Пожалуй, он будет уже последним. Мы уже подходим к окончанию времени нашей конференции. Уроков в день при 8-часовом дне, при 8-часовой занятости 16 уроков, 16 клиентов. Бывает такое, что не всегда 16 клиентов, потому что может быть где-то техническая отмена со стороны клиента, либо ученик может не выйти на урок, что крайне редко происходит. Ну, в целом вот 16 клиентов ориентироваться нужно на это. Очень приятно, Тамара, слышать такую информацию в чате, читать. Большое спасибо. Я тогда всем желаю доброго вечера, хорошего настроения. У кого уже ночь, доброй ночи. У кого еще день, тем доброго дня. И, конечно же, жду вас в рамках нашей программы обучения в нашей школе. Возможно, у кого-то из вас я буду принимать экзамены. Ждем. Да, Гоша, возможно, кому-то из вас будет потом проводить как раз встречи и помогать с адаптацией. Все, тогда всем хорошего дня, хорошего вечера. До свидания. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова